Уже три тысячи иностранцев пересекли границы Украины по новым правилам. С 1 января, напомню, гражданам 70 стран нужно не только предъявить паспорт, но и оставить отпечатки пальцев. Больше половины из тех, кого касается биометрический контроль, въехали в страну через Сумскую область. Как там работает система, проверяли наши корреспонденты. В контрольно-пропускном пункте Юнаковка после праздничной затишья. За два часа нашего пребывания здесь контроль на границе прошли только пять иностранцев. Заработала инновация и в остальных КПП. Это три залезничных пункта пропуска, пункта контроля, такие как Конотоп, Зернове, Хутер Михайловский, а также в международных и международных автомобильных пунктах пропуска. Международных это Покровка, Рижевка, международных Великописаревка, Юнаковка, Катериневка, Табачевск. Через эти пункты в общей сложности прошли более полутора тысяч иностранцев. У каждого инспекторы проверяют паспорт и берут отпечатки пальцев, чтобы внести в общенациональную базу. Під час першого пребывания рекомендуют сначала четыре пальца правой руки, потом великий палец правой руки. При последующем пересечении в пункте пропуска считываются только четыре пальца правой руки. Длится процедура от трех до пяти минут. Иностранцы в основном это россияне. На новшества они жалуются. Антон в Украину приезжает часто. Здесь у него живет жена. Признается, впервые документы проверили так быстро. Покровение прошло успешно. Позвольте документы. На Гоплевке я проходил часа три. Пока там вся база, пока тут сейчас смотрю, минуты считаю. Это правильно. Я так думаю. Каждый должен быть человек учтенным. Всего с 1 января в контрольно-пропускном пункте Юнаковка в национальную базу внесли данные о более полусотне иностранных граждан. Этой информацией планируют делиться и с другими странами, если речь будет идти о преступниках. Алиса Орлова, Анастасия Горпенченко, Анна Валевская. Подробности телеканал Интер. Сумская область.